На базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошла Олимпиада для учителей общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. Презультатом первого тура Олимпиады 10 команд преподавателей, набравших максимальное количество баллов по тестированию, приступили ко второму этапу, где профессиональное жюри будет оценивать уже практические навыки. Все участники, вышедшие в финал, получили бумажные сертификаты, подтверждающие их право на оказание доврачебной первой помощи. Это у нас первый Казанский форум «Спаси жизнь». Впервые мы его проводим. Основная цель, конечно, это повысить значимость первой помощи среди образовательных учреждений, чтобы снизить смертность детей. Сегодня у нас по программе это проведение очного тура, второго тура Олимпиады, на который вышли 10 команд из города Казани. Далее у нас практика ориентированного мероприятия на площадке филармонии. Симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии стал площадкой для реализации небольших сценок. В каждой из них происходят смоделированные события, где главным героям необходимо оказать первую помощь в той или иной ситуации. Среди них приступ эпилепсии, непроходимость дыхательных путей, вызванная посторонним предметом, а также травмы рук, головы и других частей человеческого тела. В процессе прохождения каждой из станций преподаватели оттачивали свои навыки первой помощи и демонстрировали членам жюри все, чему научились за время прохождения обучения в рамках форума. Как считает председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Бадмаба Шанкаев, проблема оказания первой помощи не просто остро стоит на данный момент, она являлась актуальной всегда. Есть вопросы, которые мы должны вместе с вами регулировать здесь. Именно вот эти люди, наши дорогие коллеги, те самые проводники оказания хорошей, качественной первой помощи для всех. Начинаем со школы. В школах тоже бывают трагедии. В школах бывают ситуации, когда надо дождаться скорой, но в этот момент надо оказывать первую помощь. И мы очень рады, что наши коллеги-учителя, наши товарищи-учителя, преподаватели совершенно разных уровней осознали эту необходимость. И тоже, как и мы, врачи-хирурги, активно участвуют в таком же обучении. Кстати, обучение очень классно сделано, эмоционально, красиво. Сразу после официальной части гостей пригласили на оглашение результатов в филармонию имени Габдулы Тукая. На сцене под звуки торжественной музыки победителей, призеров и участников наградили памятными грамотами, статуэтками и подарками. Каждый из тех, кто стоял на сцене, смог почувствовать себя участником чего-то большего, чем просто форум. Ведь идея его была проста. Главное не победа, а спасенная жизнь человека. По словам главного внештатного специалиста по первой помощи Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей Артема Катулина, каждый, не только учителя и преподаватели, должен обладать достаточными навыками оказания первой помощи, невзирая на профессию или статус. Ведь в повседневном быту возможны различные несчастные случаи. Считаю, что все должны уметь, все граждане Российской Федерации должны уметь оказывать первую помощь, независимо от его, скажем, гражданского сословия, так скажем. И мы считаем, что, по идее, эту первую помощь нужно начинать преподавать в школах, да, собственно, потому что достаточно большое количество травм или, например, в ДТП погибает достаточно большое количество людей, да, на машинах многие ездят, пешеходы и прочее. Поэтому должны уметь оказывать первую помощь абсолютно все. Таким образом, организуя подобные мероприятия, Казанский федеральный университет встает на путь борьбы с незнанием людьми основ оказания первой помощи и способствует благоприятному разрешению непредвиденных ситуаций в образовательных учреждениях. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универновости.